Привет, друзья! У нас сегодня специальный гость Дмитрий Бачила. В конце этого ролика будет его сюжет, в целом посвященный безопасности и, в частности, недавнему скандалу с Ccleaner. А до этого поговорим о Crossfire, о авантюристах Microsoft, Intel, Eloy и даже о Apple с ее проблемами. И начнем с очередного закрытого проекта Intel. Что случилось? Они так холили и лелеяли свой шлем Eloy, пророчили ему успех, потому что устройство имеет непревзойденный баланс технологии и своемости. И тут они решили прекратить дальнейшую работу над проектом. Причина банальна, клиентам неинтересна. Тут надо уточнить, что клиенты у Intel не мы с вами, а Dell, Lenovo, Asus, Acer и другие. И они заинтересовались продуктом Microsoft Mixed Reality. Вот отсюда и начинается настоящий детектив. Microsoft — это такая компания, с которой нельзя делиться технологиями. Она издавна входила в проекты, которые потом банкротились, ну, или закрывались. А у Microsoft появлялся новый и вполне успешный продукт. Самыми хитрыми оказались японцы из Sony, отказавшись от операционки для PlayStation с поддержкой DirectX, сохранив полный контроль над проектом PlayStation. И с последнего все помнят сотрудничество Nokia и Microsoft. Стоило Nokia отказаться от стратегического партнерства в 2010 году и не пришлось бы бороться с банкротством в 2012. Зато у майков появились свои смартфоны. Но успешным продуктом их назвать сложно. Тут вышел сбой. И вот теперь Intel присоединяется к Microsoft для работы над своим Eloy. За основу берется долгострой HoloLens. И работая уже в партнерстве с Intel, Microsoft выпускает Mixed Reality и предлагает его партнерам. А сам Eloy закрывают. Хотя Eloy интересней. Он предлагал тесную интеграцию с реальными объектами. И должен был быть открытым проектом. Но Microsoft это, видимо, не очень-то интересно. В общем, Eloy в Intel объявили неудачным устройством, признавая более перспективным решением беспроводную связь шлема с ПК. А не маломощное автономное решение на Атоме. Но тему VR Intel для себя на этом не закрывает. И, судя по всему, добавляет поддержку VR в свою интегрированную графику. Где это впервые будет реализовано? Но похоже, что в Canon Lake. Так как даже среди закрытой информации о кофе-лейках ничего подобного не говорилось. Второй бренд, которого больше не будет, уже от AMD. И это Crossfire. AMD отказывается от бренда, который существовал еще с 2005 года. Однако, по сути, ничего не меняется. Просто та же самая технология получила новое имя. MGPU. Crossfire отныне это наследие Dark X11. И компания хочет про него забыть. Кому вообще нужны 2-3 видеокарты в компьютере? Рядовому геймеру лучше взять одну видеокарту, но мощную. Майнерам MGPU и SLI тоже ни к чему. Видеокарты просто подключаются в PCI-слоты. И программное обеспечение майнера нагружает каждую по отдельности. Однако, я не думаю, что AMD и Nvidia полностью откажутся от поддержки нескольких видеокарт. Ведь, во-первых, это позволяет повысить продажи в среде энтузиастов. А, во-вторых, все же есть разработчики, которые заморачиваются с хорошей поддержкой конфигурации, с несколькими видеокартами в своих играх. Если у вас мультимониторное рабочее место, или вы счастливый обладатель 4K или выше дисплея, то в этих конкретных играх польза от пары топовых видеокарт будет. Кстати говоря, возможен и другой вариант. Раджа Кадури вложил немало сил в видеокарты Polaris и Vega. Но его первым истинным детищем станет архитектура следующего поколения Na'Vi. И если AMD в Na'Vi сможет настолько упростить поддержку нескольких видеокарт для разработчиков, чтобы ее внедрение не требовало сколь-либо значимых оптимизаций, то это может означать, что конфигурации с несколькими видеокартами снова станут привлекательными. Кстати, про новые видеокарты. Судя по информации одного южнокорейского агентства, AMD уже производит тестовые партии чипов для новых видеокарт Vega 32 и Vega 28. А может быть и еще каких-то век на базе Vega 11. По слухам, полный чип Vega 11 получит 2048 потоковых процессоров, то есть половину от того, что имеет Vega 64. Память будет HBM2 до 4 ГБ. Заменят ли они видеокарты серии RX500, станут ли дополнением для них, или это сугубо мобильное решение для ноутбуков? Точный ответ, думаю, узнаем совсем скоро. Но судя по тому, что тестируется 13 разновидностей чипов, хватит и на то, и на другое, и на третье. Переходя хоть и косвенно, но к мобильной теме, не могу не упомянуть, что самая популярная покупка с кэшбэком – это смартфон. Приобретая смартфон на китайских площадках, вы всегда можете рассчитывать на кэшбэк от Letyshops. Нужно всего лишь зарегистрироваться в сервисе и для удобства установить расширение для браузера. Все нужные ссылки приложены в описании. И для того, чтобы начать экономить, вам остается только использовать сервис при покупках. Обычный рост акций Apple после ежегодных презентаций айфонов в этот раз превратился в падение. СМИ пишут, что Apple потеряла больше 40 миллиардов долларов, но это не совсем так. Просто снизилась капитализация этих денег фактически нет. Компания их не теряла, только потому, что капитализация – это оценка рынком стоимости компании. И тем, кто верит в успехи Apple, наверное, нужно акции скупать по сниженной цене. Падение – серьезное в оценке краткосрочного периода. Но если взять долгосрочный период, то такие же падения были и раньше. А капитализация все же растет. И Apple все еще остается крупнейшей компанией по объему рыночной капитализации. Но откуда такие скачки котировок? От недовольства iPhone 8. Большинство поклонников марки не хотят восьмерку, а хотят десятку и ждут появления новинки. К тому же нейтральные или критические обзоры в зарубежных изданиях показывают, что ожидания от восьмерки были, ну, так скажем, завышены. И как это обычно бывает, публика перегрелась. Присутствуют и спорные решения. Ну вот первые разборки восьмого iPhone показали, что там гигабитный LTE-модем Snapdragon X16. Но скорость его снижена до 400 Мбит в секунду, потому что как минимум отсутствует нужное количество антенн. Но скорость загрузки все равно очень высокая, и поэтому мнения разделились. Кто-то считает, что оборудование должно работать полноценно, и нужно было делать все необходимое для этого. Другие не видят ничего критичного, скорость все равно высокая. А сеть пока не совсем готова дать гигабит. В Москве один из мобильных операторов в прошлом месяце уже запустил гигабитный LTE. Пока, правда, только в пределах садового кольца. Но всему нужно время. Работать все точно будет на смартфонах с тем же модемом, что и в восьмом iPhone, Snapdragon X16 и старше. И получается, что, например, Samsung Galaxy S8, Sony Xperia XZ Premium, OnePlus 5 и даже Mi 6, обзор которого у нас выйдет со дня на день, смогут получить загрузку на полной скорости. А iPhone не сможет. Из перечисленных на Sony можно будет смотреть онлайн-видео HDR 4K. Экран позволяет. Ну и главное, ради чего все это делается, работа с облачными сервисами, как с локальными. Но в Apple не дураки работают и все понимают. Пока такие скорости диковинка даже для штатов. Пройдет год, провайдеры подтянутся, и в следующем своем iPhone Apple представит модем и запредельные скорости мобильного интернета как новацию. Под бурные аплодисменты. На этом я с вами прощаюсь и передаю слово Дмитрию Бачило. Привет всем зрителям канала про хай-тек. Меня зовут Дмитрий Бачило, и вообще-то я ретро-техно-блогер, но, как и все нормальные люди, я пользуюсь вполне современными гаджетами. Правда, мой телефон можно только с натяжкой назвать современным, но он работает, он меня вполне устраивает, и у меня нет повода его менять. А если у меня там копятся какие-то временные файлы, или просто хвосты от старых приложений, то я могу просто почистить его, ну, например, с помощью самой популярной утилиты, предназначенной для этого, которая называется Сиклинер. Я пользуюсь ей еще со времен Windows 98 на компьютере, она тогда отлично чистила реестр. Ну, а сегодня ей пользуются миллионы людей, и я уверен, что многие из вас тоже. Сегодня она принадлежит компании Avast, это очень громкое имя, в области антивирусов, поэтому у меня ведь нет повода ей не доверять. Так? Не так. Хотя справедливости ради, проблема касается, судя по всему, только версий для ПК. Первый релиз этой программы, еще под названием Crab Cleaner, появился 23 сентября 2003 года. И очень жаль, что все это приходится говорить практически в день рождения программы. С тех пор эта софтинка завоевала неплохую репутацию, став самым популярным инструментом очистки операционной системы от хвостов, старых приложений и прочего мусора. Впрочем, все это понятно и из названия. Благодаря своей эффективности, программу установили себе сначала сотни, потом тысячи, а затем и миллионы пользователей. Программа на сегодняшний день доступна на 47 языках, и несмотря на то, что такие ретро-блогеры, как я, продолжают пользоваться C-Cleaner'ом под Windows 98, потому что эта операционная система все еще стоит на большом количестве у моих подопытных компьютеров, разумеется, доступна она и под современные платформы, такие как Windows семейство NT, включая и десятку, а также Mac OS X и Android. Все шло хорошо. Пока в конце августа этого года не вышла версия 5.33, которую тут же скачали порядка 3% пользователей. Казалось бы, 3% это смешная цифра, и чего бы страшного с этой версией не было, ущерб не может быть большим. Однако, из-за всего вышесказанного, 3% пользователей C-Cleaner'а, это ни много ни мало, почти 2,5 миллиона человек. Так что же произошло? Дело в том, что, судя по всему, был взломан репозиторий программы на стороне самих ее создателей. И вполне обычная версия программы была инфицирована вредоносным кодом. Таким образом, каждый, кто обновил свой C-Cleaner до версии 5.33, стал снабжать авторов вредоносной частицы программы своими личными данными, такими как имя компьютера, список установленных программ, включая обновления Windows, список запущенных процессов, Mac-адреса первых трех сетевых адаптеров и кое-какая дополнительная информация о работе системы. Но самое интересное тут то, что через месяц, когда проблему все-таки выявили, и тут надо бы выразить большое удивление таким огромным промежутком времени, дырку залатали и стали изучать внедренный код. Оказалось, что программа была способна на куда большие деяния, нежели те, что она фактически выполнила. В частности, этот, с позволения сказать, вирус вполне мог бы установить на инфицированный компьютер вообще любое программное обеспечение, но вроде бы ни одного подобного случая выявлено не было. Когда все успокоились и решили, что никакие особые приватные данные переданы не были, все зашифровано, а это обычный кейлогер-вымогатель, а теперь еще и выявленный, вопрос по сути закрыли, и вот уже неделю мы живем с устраненной уязвимостью и новой версией Сиклинера, конечно же очищенной. Однако, лишь буквально вчера стали известны новые подробности. Оказалось, что судя по всему, атака этого вируса была весьма прицельной. Он не просто собирал данные о компьютерах пользователей, а пытался выяснить, уж не на компьютер ли сотрудника одной из крупнейших мировых компьютерных контор он попал. Вредоносное ПО пыталось заразить в первую очередь компьютеры Microsoft, Google, Samsung и нескольких других. Окончательная его цель до сих пор не ясна, зато похоже ясно, откуда оно взялось. В коде обнаружены следы хакерских групп Axiom и Group 72, а эти ребята давно подозреваются в связи с китайским правительством. Так что, вероятно, мы имеем дело вовсе не с хулиганством и даже не с попыткой заработать денег, а с большими политическими играми. Но вряд ли мы узнаем это наверняка. Чтобы не стать пешкой в этой игре, совет просто вечен, как сами компьютеры. Внимательно следите за тем, что вы устанавливаете на свой компьютер или телефон, несмотря ни на какие громкие имена и репутацию. Даже антивирус тут вас, скорее всего, не спас бы, потому что у инфицированной версии C-Cleaner был даже сертификат антивирусной компании Semantic. Не говоря уже о том, что если о проблеме никто не сообщает в соответствующей инстанции, то антивирусные конторы никогда и не узнают, что надо принимать какие-то меры. Здравый смысл был и остается единственным оружием против вредоносного ПО. Будьте внимательны, берегите свою Windows 98, ну и десятку тоже.